всем привет зрителям подписчикам канала вы на канале телемастер 222 сегодня делаем обзор очень старый телевизор телевизор балтика где-то выпуск конце 60-х годов выпускал ленинградский завод имени казицкого многим интересно также посмотреть что там внутри телевизор приехал уже в этом году 2022 у меня появился также у меня еще есть такой же экземпляр который появился летом но тот даже у меня посвежее выглядит чем этот тот хотя бы с металлоприемки первый аппарат пришел мне этот аппарат просто стоял у человека мастерской я его туда забрал он стоял в тепле сейчас конечно ничего не разбирал не скрывал и включим его какие он признаки жизни дает после нескольких лет стоит простое включим же посмотрим то как она работает ручка патрика уже утеряна и скорее всего его уже переключали по статижам то что видно что погрызла на хорошо экран светится запротекали герой есть картиночка на руку лидирует работает такой телевизор наверное ремонтировал в начале восьмидесятых авроза скорее всего потом я и больше не попадал в ремонт нам на их выбрасывали все или стояли вот так вот в кладовках в принципе аппарат работает но звук у меня не подан так же откроем посмотрим что внутри и и и что там такое произошло что-то дым пошел с него какой-то конденсатор хлопнул все выключать его быстро смотрите интересный значок типа радиация присутствует баутика лт 47 какие разъемы были для антенны как типа автомагнитол можно сказать похожие так же на задней стенке имеется схема расположение радиоламп ламп две лампы это в патрика даже импортный аналог подписан 6 f3p тоже импортный аналог какой-то имел такой вот шнур с переключением напряжения и то шнура в комплекте с колодочкой не было пришлось позаимствовать от телевизора Вадага который у меня стоял в моем складе пришлось с него взять шнур сетевой также линейность по вертикали надо туда отверточкой крутить все крышки управления находятся сбоку открываем крышку и многим увидим что находится внутри помню в 80-х годах такие уже телевизоры не брали в ремонт территории за отсутствие уже в то время этих частей это где-то середина 80-х да так туго одевается то не просто снять ее так еще здесь так 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 у нас блок радиоканала внизу расположен блок звука как бы у анче и пч телевизоры в середине 80-х годов по причине вот из-за что вот эти типа сборки выходили из строя из-за них не брали телевизоры в ремонт как бы что же тебе вот один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять этих микро сборок отказывали что из-за них не брали в ремонт также блок питания выполним отдельно здесь лампу стабилитрон здесь у нас под крышкой выходной каскад тройки развертки телевизор легко вынимается полностью из корпуса отвинтите вот эти две гаечки по краям телевизор можно вынуть целиком из корпуса отвернул снизу гаечки можно его вытаскивать целиком здесь даже у нас разъем это идет на динамике скорее всего и вот на телевизор в руках вот такая конструкция открутить два вот этих барашек там можно открыть шасси открывается как примерно киризоров три высоты так дальше вот этот надо отвинчивать нам не дает так открыто шасси вот он напечатный монтаж там я заметил что в этом шасси нет межплатной проводки разработчики сделали что же вы видите там любой рекордом столько проводов будет между платами здесь нет проводочков вот так и забыл питание идет на кинескоп на воску располагается конденсаторы фильтров дросселя также вот такой мост выпрямительный косы какой-то там 401 кстати конденсатор очень громко взрывается было не в случае когда в 80-х годах такой телевизор отремонтировал там что-то по блоку питания была проблема диоды были пробиты или диодный мост меня он что-то не помню что-то такое было связано включили телевизор исправно робил бабах и куча дыма один низкий инициатор взорвался пришлось его менять это был клиентов на дому бабах ну там рода семья жива им от телевизор кто-то им там отдал сделайте будете смотреть нет не вызвали на такой телевизор смотрим марку кинескопа хорошему к 2b так же все дело на моноблочную так удобно и вынимается из корпуса все также открыл выходной каскад точной развертки твс здесь у нас 318 п кинотрон 6 по 36 с а где там мошей до 14 вот такое соединение имел межплатно никаких проводов вот просто такие разъемы перемычки диваны здесь также блока на тот скоком перемычек телевизор посмотрел по деталям 1968 года вот он даже в рабочем состоянии сам видели практически скорее всего думаю конденсатор уже некоторых посохли вот такие большие детали так редко какая-то набитые так плотно как будто полупустые немного выглядят зачет народ из этих разборок по такой схеме также это был разработан телевизор сигнал там сигнал 2 также были телевизор аврора баутика вот это значит у нас атлант он был еще в телевизор и водога все они выпускались с одного завода по разными названиями данный человек был у нас большой водога 205 по этой же схеме производился так выглядит без корпуса спереди атака запломбирована не что не вазил переключался после губками обрезана как всегда обычный инструмент уход посмотреть 68 год вот вам делали в ссср как говорится только делали галоши вот он галоша стоит до сих пор работает ручки управления частота строк ограничение контрастности размер по вертикали частота кадров тут все было сделано под отверточку ручки управления расположен со стороны блока питания контрастность яркость четкость выключатель громкоговорителей тембр громкость выключения сети такой вот мощный троформатор на 200 ватт 1 крана и дать нет уже визионную вам поменяли скорее всего лампы родные стоят сделанного ссср качество но то время шестьдесят восьмой год четко видно и это родная вам потом смотрел шестьдесят восьмого года что аптеках шестьдесят восьмой год скорее всего большинство вам все родные может какие-то и менялись интересно то ли раскрывали вот пыль как-то не равномерно присутствует то ли протирали непонятно видно от бока разверток дырочки хорошо пыли такие кругляшки остались посмотрим по корпусу корпус входов выполнили фонары как боковые части и верхние части из тоненькой фонары из толстой выполнено днище вот так вот вид там медово стоит магнитово баутика возможно от времени уже пожелтелший вот второй экземпляр который металлоприемки поступил там более белый корпус выглядит вот эта рамка где-то хранился он сказали что телевизор какой-то в гараже стоял вдали на металл потом попал ко мне там естественно ламп в том не хватает но кто там впереди как говорится все полностью на месте дорожки потыка еще там сохранилась какое же качество полировки было телевизор уже пятьдесят два года ничего нигде не осыпалось это было сделано в СССР немножко тут чуть-чуть отскочил вверху вентиляция антенна вот так какая у них посмотрим как вам посветится конечно пыли не убрал с него собрал его обратно корпус заднюю стенку закрыть вот такой обзор телевизора старенького Балтика в общем телевизор до наших времен дожил даже получил что в рабочем состоянии вот когда такие более-менее аппараты попадают я всегда стараюсь пробовать в розетку включить выжил ли не выжил бе но не скрывая крышки как говорится пробую то это комплектно не троганы вот как я вам сейчас это сделал что не скрывая аппарат просто подключил к сети он оказался живой более-менее ну естественно там придется кое-какие нюансы сделать вычистить от пыли поменять емкостя то что скорее всего переменка провозит вот возможно влияет там и на картинку то есть у емкостя уже часть подсохших в общем на этом все пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал телемастер двести двадцать два всем пока до встречи супер и что что это это не